Всем большой привет! Меня зовут Снежана и вы на канале Снежана и Снежок. И сегодняшнее видео я хочу посвятить своим волосам и окрашиванию. Как вы уже поняли, краситься я буду хной, но не обычной, а вот такой крем-хной. Я еще такую никогда не видела и решила попробовать и заодно показать вам. Как вы знаете, хна очень полезная для волос. Она укрепляет волосы, придает им блеск и помогает им больше расти. А самое важное, не содержит аммиак и перекись водорода. Волосы после хны становятся более объемными и красивыми. И это круто! Все, кто со мной знаком, скажут, что я веселая, активная, зажигательная и у меня много друзей. Со мной всегда весело. Поэтому я хочу быть яркой, я хочу быть индивидуальной и я хочу быть рыжей. Пойдемте краситься! Я предварительно помыла голову. Волосы у меня еще влажные. Можно начинать красить. Но перед тем, как мы начнем красить, нужно намазать жирным кремом лоб, уши и шею. Чтобы мы не покрасились, а покрасились только волосы. Теперь уши. Не жалеем, Крема, не жалеем, чтобы у вас все отмылось. Хорошо промазываем. Так, шейку. И вот здесь тоже помажем, чтобы точно отмылось. Теперь можно приступать краситься. Ну что, вы готовы? Я? Да! Оденем перчаточки. Одевайтесь! Я знаю, что вы на мою мокру руку не налазите, но давайте налазьтесь. Я все-таки же видео снимаю. Теперь вторую. О, вот это легче оделось. Вы посмотрите на эту кашицу. Она такого коричневого цвета. Она такая редкая. Мне аж страшно. Мне очень интересно, какой же из нее цвет получится. Раз она такая темная, коричневая. Ну давайте экспериментировать. Вау! Она такая редкая. И она такая красивая, коричневая, как нутелла. Вау! Давайте начинать. Давай. Вау! 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 Хорошо, что я намазала кремом лоб. А то бы был рыжий лоб. А то бы был рыжий лоб. Ну так интересно, какой цвет выйдет. Может, когда оно в волосы впитается, оно станет такое яркое, как я брала Herbal Time. Не знаю. Ну посмотрим. Может, еще круче будет. Что-то мне кажется, что волосы у меня будут не рыжие, а темно-каштановые. После использования крем-хны в готовом виде волосы приобретают красивый, ночь слышеный цвет. Становятся более густыми, эластичными, упругими, шелковистыми и послушными. Это натуральная хна. Для использования которой не требуется усилий. Достаточно нанести готовый состав на 10-30 минут. В зависимости от желаемого цвета. И можно наслаждаться прекрасным результатом. Глубокий, насыщенный цвет. Укрепление, увлажнение, питание. Волосы становятся плотными, здоровыми, выравниваются по всей длине. Если вам заметно, то на лбу видно оранжевый цвет. Посмотрим, что получится после смывания. Мне кажется, будет какой-то каштаново-рыжий. Ну посмотрим. Я еще точно не знаю. Никогда же такой краской не красилась. Поэтому будем узнавать. Остатки краски распределим по всем волосам. Я на свои волосы взяла два пакетика. И мне кажется, этого мало. Я на свои волосы взяла два пакетика. И мне кажется, этого мало. Пустая. Теперь давайте возьмем расчетку и равномерно распределим нашу краску. Для получения легкого оттенка нужно хну на волосах оставить на десять минут. Для более насыщенного цвета тридцать минут. Я оставлю на минут двадцать. Результат окрашивания зависит от вашего натурального цвета. У меня темные волосы, и я думаю, ярко-рыжего цвета у меня не получится. А я так хотела быть такой же рыжей, как вот эта вот тетенька. Двадцать минут прошло, можно идти смывать. Вы не переключайтесь, я быстренько. Вот я и вернулась так быстро, как вам и обещала. Цвет меня, конечно, не радует, но оттенок маленький есть. Но не такой насыщенный и яркий, как я хотела. Из всех красок, которые я пробовала, мне понравилась краска, которая красила волосы самая первая. Вот тут, ссылочка будет. А еще мне понравилась пенка с йос, она тоже очень крутая. И оттенок очень яркий и насыщенный. Но одно радует, что я укрепила свои волосы и увеличила их рост. Вот и подошел к концу мой влог. Кому понравились мои эксперименты, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, потому что мне будет очень приятно. А я с вами спрощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Ребята, посмотрите, какой цвет на улице проявился. И то, что в помещении. Круто. Напишите в комментариях, вам нравится? Ребята, посмотрите. Продолжение следует...